Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках проекта библейского портала «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Экклесиаста» или «Проповедника». Сегодня мы разбираем пятую главу. Пятая глава продолжает ту тему, которая началась в конце четвертой главы, и продолжает тему общения с Богом. Что говорит «Экклесиаст»? «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не поспешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Этот первый стих можно разбирать отдельно и даже достаточно долго, но постараемся не растекаться мыслью по древу. О чем здесь говорит «Экклесиаст»? Он говорит «Не торопись языком твоим, потому что Бог на небе, потому что Бог прекрасно знает, что тебе нужно». И то же самое мы найдем в Новом Завете, когда Господь говорит «Не пекитесь о завтрашнем дне, что вам есть, и что пить его, что одеться, потому что этого всего просят язычники, а вы просите не этого. Ищите прежде Царствие Божие и праведности его, и все остальное приложится вам, потому что Господь, Отец ваш Небесный, знает все ваши нужды». И «Экклесиаст» здесь говорит о том же самом. Господь Бог на небе. Он прекрасно видит, в чем у человека есть потребность. И поэтому проповедник предлагает не столько много говорить, сколько слушать. В конце предыдущего стиха «Экклесиаст» говорит «Когда идешь в Дом Божий, будь более готов к слушанию, нежели же этого приношению». И здесь он продолжает «Не торопись языком твоим, и сердце твое пусть не спешит произнести слово перед Богом». Здесь надо помнить еще о том, что временами мы в общении с Богом много говорим и мало слушаем. И вот «Экклесиаст» предостерегает нас от того, чтобы мы как бы забивали эфир связи большим количеством информации, потому что Богу об этом и так известно. Кроме того, «Экклесиаст» просит задумываться о своих словах и помнить о том, что Господь выше нас. «Экклесиаст» — это некоторая отличительная особенность Ветхого Завета. Когда Господь воспринимается как царь, как господин, но еще не открыта тайна Божия, когда Господь говорит «Вы уже мне не рабы, но друзья, если исполняете то, что я поверил вам». Или когда Господь говорит «Кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот мне и брат, и сестра, и матерь». «Экклесиаст» живет в эпоху, когда Бог воспринимается как господин, как царь, но не как отец. И не как друг. И поэтому он просит относиться к Богу с почтением. Этот совет не лишен смысла и в Новом Завете. Потому что есть такая заповедь. «Не упоминай имени Господа Бога твоего напрасно». И это напрасно обозначает, скорее, не просто какое-то междометие, когда мы случайно его произнесли, а обозначает уничижительное упоминание имени Божьего. Когда стоишь на молитве, говорит «Экклесиаст», «Постарайся подумать, с кем ты говоришь». И это очень важный совет, который может помочь выстроить нам молитвенное предстояние перед Богом. И дальше продолжает свою мысль «Экклесиаст». «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Вполне житейское изречение. По большому счету «Экклесиаст» говорит, «Глупый человек любит много говорить, мудрый человек много говорить не будет». Это древняя мудрость, которая и в христианской традиции высоко ценится. А преподобный Антоний Великий говорил, «Я много раз жалел о том, что что-то произнес, и ни разу не пожалел о том, что промолчал». И действительно, если человек имеет какую-то внутреннюю основательность, имеет какое-то внутреннее содержание, то он не старается вставить свое слово при первоудобной возможности. И есть такое же замечательное изречение из потеряка. Если ты с кем-то общаешься и понимаешь, что тебя не хотят слушать или перебивают, замолчи, потому что так делают ангелы. Вот это понимание, что ангелы на небе живут с высоким пониманием смирения и никогда не полезут в разговор со своим словом, когда этого не требуется, оно может напоминать и нам о том, что и в бытовой жизни, и в общении с другими людьми, и в общении с Богом нужно стараться немногословить. Об этом, кстати, Господь Евангелие также скажет. Не будьте многословны, как язычники. Если мы свяжем два этих момента из книги Экклесиаста и из книги Экклесиаста и из Нового Завета, то для нас более глубоко раскроется смысл слов проповедника, потому что много слов говорили язычники для того, чтобы заставить Бога поступить по своим планам, чтобы сделать такую молитву, заклинание, чтобы со всех сторон обговорить свою проблему, чтобы у языческого божества не было возможности как-то исхитриться и поступить по-другому. В общении с Богом такой подход невозможен, потому что Господь знает наши нужды, Господь выше нас и мудрее нас, и когда мы стараемся многословием заставить Бога сделать не так, как Он видит, а так, как нам надо, это глупость с точки зрения Библии, потому что Господь видит нашу жизнь намного дальше нас. Мы не видим дальше горизонта, а иногда и дальше собственного носа. А Господь, находясь выше в духовном смысле, видит нашу жизнь как бы сверху и понимает, к чему приведет то или другое. И поэтому, если мы предстоим на молитве, то лучше нам не бомбардировать небо нашими просьбами, а лучше нам пообщаться с Богом, попросить Его святой воли и научиться Ему доверять. Дальше, и христиан говорит про обеты. Говорит, когда даешь обет Богу, то немедленно его исполнить, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. И лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Здесь очень важный деятельный совет, касающийся духовной жизни. Бывает иногда желание у человека дать какой-то обет Богу. И, к сожалению, с этим бывают связаны и духовные проблемы, когда человек пообещал что-то, а потом не может выполнить. Взял на себя, например, какое-то молитвенное правило или пообещал подавать милостыню в каком-то размере и так далее. И есть очень житейский, очень простой и еще ветхозаветный совет Екклесиаста. Лучше не давать Богу обета, потому что Богу, конечно, наши обеты не нужны. Лучше не давать обета, чем дать его и не исполнить, потому что это нечестно. И потому что, по большому счету, такая горячность может и нам самим навредить. И если уж мы обет Богу даем, то Екклесиаст просит не откладывать, а исполнять перед Богом обеты свои вовремя, потому что Господь будет ждать от нас исполнения нашего обещания, данного нами добровольно. Для того, чтобы обеты не были напрасными, желательно советоваться по поводу своих обетов с кем-то духовно опытным или со священником, или с человеком, разбирающимся в духовной жизни, чтобы спросить, а можно ли мне давать такой обет? Нужно честно себе признаться, могу ли я его понести? И в конце концов, в нашей церкви есть такая традиция, что если человек хочет дать обет Богу, то лучше прийти к священнику и дать этот обет в присутствии священника перед Крестом и Евангелием. Тогда уже получится и посоветоваться, с одной стороны, а с другой стороны, будет меньше искушений этот обет нарушить, если мы его перед Богом дали. Кстати, по поводу обетов. Обеты бывают не только касательно молитвенного правила, но и наше вступление в брак, на венчание, это тоже обет перед Богом. И вступление человека в монастырь, в монашество, это тоже обет перед Богом. И в этом смысле Совет Екресяста относится и к таким важным решениям, что уж если дали обет перед Богом, то нужно его нести. О Господе в Евангелии говорит, всякий, взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Дальше Экресяст продолжает. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогнелся на слово твое и разрушил дело рук твоих? Здесь продолжается мысль про обеты, когда человек дал обет, а потом говорит как бы, ну, это я погорячился, забыли. И Экресяст говорит, что так не получится. Если мы обещание Богу дали, то Господь будет ждать исполнения. Конечно, отношения с Богом не схематичные, отношения с Богом не юридические. И если мы совершили глупость, и эту глупость признаем, и приходим к Богу с правильным покаянием, с просьбой, чтобы Господь нас простил, понял, он, конечно, нас поймет и простит. Но лучше изначально таких ситуаций в жизни не допускать. И Соломон нас от этого старается предостеречь. Дальше Экресяст продолжает. Во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Опять возвращается он к теме многословия, но еще говорит такую интересную вещь. Он говорит, во многих снах много суеты, во множестве сновидений, множество суеты. То есть, когда человек видит сны, вольно и невольно, иногда он пытается соотнести их с реальной жизнью. Есть искушение доверять снам. И вот когда у человека много сновидений, когда он очень впечатлен какими-то событиями жизни, если он пытается эти сновидения приложить жизни, то это суета. Это бесполезно. И как во многословии проявляется глупость человека, так и в доверии к снам, с точки зрения проповедника, с точки зрения Соломона, также проявляется глупость, которая неблагоугодна Богу. Дальше следует очень интересный стих. «Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший». И дальше. «Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране». На первый взгляд, непонятный текст, и слово «потому» совершенно ничего не объясняет. Здесь надо понять, почему Экхристиаст вдруг говорит о царе. Время от времени в древней культуре возникала такая параллель, когда говорили о господстве Бога, часто упоминали и о царе, и о царстве, потому что царь был поставлен Богом над какой-то областью управлять государством. И здесь Экхристиаст обращается к еще одной суетной вещи, которую он находит под небом. Говорит, если ты увидишь нарушение суда, не удивляйся этому. И объясняет, потому что над высоким наблюдает высший, над ним еще высший, а дальше еще сверху царь. Здесь говорится о том, что у каждого человека, поскольку человек – существо изменчивое, как говорит пророк Давид, всяк человек – ложь, то есть в том смысле, что он изменчив. Человек склоняется то к добру, то к злу. Человек имеет какие-то свои интересы. И вот таких людей в управлении государством много. И сверху стоит человек-царь. Под ним находятся высшие начальники, под ними еще начальники, а под этими начальниками и исполнители суда. И у каждого из этих людей может быть своя корысть или своя цель. И человек, которого судят, он может быть оправдан или наоборот наказан не по своим заслугам, а потому что вот в этой иерархии есть человек, у которого есть свои интересы. И поэтому Экклесиаст говорит, не удивляйся тому, что ты видишь неправедный суд, потому что всем управляет иерархия из людей. А у каждого из людей могут быть свои интересы и свое представление о правильности и неправильности. При этом некоторые толкователи указывают, что здесь есть и второй смысл. Вот в этой фразе, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший, последнее слово в еврейском оригинале употреблено во множественном числе. И некоторые считают, что по традиции Ветхого Завета, когда употребляется множественное число по отношению к некоторым эпитетам, например, к слову «высший», то есть здесь дословно «высшие», здесь говорится о Боге. То есть здесь происходит некоторое противопоставление, что над высоким наблюдает высший человек, а над ними всеми находится высший Бог. И если суд Бога непогрешим и вечен, то суд человека изменчив и зависит от его настроений, ценностей и корысти. Дальше говорит Экклесиаст, кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от этого, и это суета. Но это вполне понятная мысль, что человек в конце концов умирает, и даже при жизни, когда он получает определенное количество материальных благ, для него эти материальные блага уже не становятся чем-то интересным, они перестают приносить ему удовольствие. И это суета, говорит Экклесиаст, умножается имущество, умножаются и потребляющие его, ну всякие наследники появляются внезапно, или какие-то другие люди, которые пытаются нажиться на богатом человеке. И какое благо для владеющего им, то есть богатством, разве только смотреть своими глазами. Ну смотреть своими глазами на это все и удовлетворяться тем, что у тебя есть много богатства. Дальше Экклесиаст продолжает эту мысль и говорит, сладок сон трудящегося, мало ли много ли он ест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. И в этой мысли есть очень глубокая человеческая правда. Если человек трудится и даже не доедает, то он очень хорошо и спокойно спит. Во-первых, потому что он утомляется своего труда и сон восполняет его силы. А во-вторых, он не переживает об излишке богатства, которое могут украсть, разворовать, неправильно наследовать. Он не беспокоится о своей жизни, потому что его не могут убить ради этого богатства. Он спокойно и честно исполняет свою работу и спокойно спит по ночам. Но богатый человек, помимо того, что он переживает и о своей жизни, и о своем богатстве, он еще не устает для того, чтобы отдыхать ночью, и поэтому даже сам ночной сон становится ему в тягость. «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем», продолжает Экклесиаст. «Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него». То есть еще одну суетную вещь, грустную вещь, видит Экклесиаст в мире под небом. Он говорит, «Бывает, что человек копит богатство во вред себе, потому что он это богатство теряет, и после этого он остается ни с чем. И, конечно, после этого и переживает, и скорбит, и приходит в уныние. И когда рождаются дети, он не может ничего им передать. «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, чтобы он мог понести в руке своей. И это тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудится на ветер. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Очень знакомую мысль говорит экклесиаст о том, что в гроб с собой ничего не заберешь. И дальше он размышляет. Ну какая же польза человеку от того, что он все это приобретал и трудился на ветер, потому что он копил, он полагал в свое внимание, силы, время на собирание богатства. Ел в потьмах, то есть старался не показывать свою жизнь окружающим, таился в большом раздражении и огорчении и досаде. Как это знакомо для людей, которые переживают по поводу своих материальных ценностей. Человек раздражается и огорчается, испытывает досаду. И все это из-за материальных благ. И вот если человек живет в этом материальном пространстве, если он погряз в земном, если он погряз в привязанности к материальному миру, то тогда все его богатство приносит ему только неудовлетворение, приносит ему только заботы, приносит ему необходимость иметь охрану, таиться, прятаться, раздражаться и досадовать. И в конце концов человек уходит в могилу абсолютно голым, по большому счету, потому что даже то, что на него наденут, ему никакой пользы от этого не приносит. И, конечно, радости. И если человек живет в пространстве материальном, которое Кристиас называет пространством под небом или под солнцем, то и всякое приобретение богатства не имеет никакого смысла. Но при этом стоит только допустить в свою жизнь пространство измерения жизни духовной, то и богатство приобретает смысл, когда человек имеет возможность вкладывать свои земные материальные средства в милостыню, помощь бедным, нуждающимся, в какие-то проекты, которые будут людям помогать узнавать волю Божию, священное Писание. И все это отдает человеку возможность приобретать земными сокровищами, сокровища, как говорит Господь в Евангелии, на небесах. И заканчивается эта глава таким размышлениями Кристиасто. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля». Здесь очень важно отметить, что Кристиасто употребляет слово «Бог», значит, он говорит про человека благочестивого, который имеет общение с Богом. Если человек исполняет заповеди, то, по слову проповедника, «хорошо и добро для него, и приносит мир в его душу, есть и пить, и наслаждаться добром, то есть довольствоваться тем состоянием жизни, в котором он находится. Если он богат, довольствоваться своим богатством и правильно его использовать, если он беден, довольствоваться своей бедностью и уметь свое свободное время или свои труды направить в помощь другим людям, то есть просто есть и пить, и довольствоваться добрым в жизни своей, вот это умение быть довольным для человека, который нашел духовное измерение и умеет общаться с Богом, оно приносит в душу человека то самое добро, ту самую гармонию, которую Экклесиаст предлагает нам вместе поискать на страницах своей книги. И если каждому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. То есть здесь Экклесиаст говорит, что и богатство тоже может быть даром Божьим, если человек умеет им пользоваться. «Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждают его радостью сердца его», говорит Экклесиаст о богатом человеке. В Ветхом Завете все люди осознавали, что после смерти человек сходит в могилу и находится, если не в аду, то, по крайней мере, в пространстве, которое называлось Лона Авраамова, где, может быть, нет мучений, но и нет счастья. Это место, где люди ждали пришествия Спасителя и томились до того времени, когда Христос не сошел бы и не вывел их в Царствие Небесное. И вот поскольку человек праведный, когда живет с Богом в Ветхом Завете, живет в Ветхом Завете и осознает, что он после смерти попадет в пространство томления и в пространство ожидания, он воспринимает богатство и земные блага как такое благословение от Бога. Господь как бы говорит, ты сейчас немного порадуйся, потому что есть долгий период времени, когда ты будешь томиться и ждать. И поэтому, если человек свое богатство умеет воспринимать как богатство, посланное от Бога, а экклесиаст именно на это указывает, говоря, Бог дал богатство и имущество этому человеку и власть пользоваться, если человек воспринимает свое богатство как дар Божий, и если он использует его правильно, то тогда он радуется от этого богатства в земной жизни и, в конце концов, уже в наше новое время, когда есть возможность войти в Царствие Божие, войдет в Царствие Небесное со Христом. На этом заканчивается пятая глава, и в следующий раз мы перейдем к шестой главе книги экклесиаста или проповедника. Продолжение следует...